Всем привет! Меня зовут Инесса, я дизайнер одежды и добро пожаловать на мой канал! Если ты следишь за модой и тебе нравится дизайн одежды, и ты хочешь узнать, как раскрутить свое ателье и очень многое-многое другое, скорее подписывайся на мой канал и ставь уведомление в колокольчике, чтобы не пропускать мои новые видео. И надеюсь, что вам сегодня всем это видео вам всем понравится и пригодится. Ну что ж, поехали! Первое. Рекламный баннер. Достаточно незаметно ваше помещение. Легко ли клиенту найти вас? И как вы думаете, что вам понадобится? Конечно же, рекламный баннер шириной 3 метра на высоту 60 сантиметров. При этом купите неоновые гирлянды, они будут подсвечивать вашу рекламу в течение 24 часов. Реклама должна быть яркой, красивой и с интересной информацией. Поэтому на баннере мы пишем «Весной мы шьем красивые выпускные платья». Весной мы шьем красивые сарафаны. Осенью мы шьем пальто по спеццене. А зимой напишите, что вы создадите красивые новогодние наряды. Постоянная активность всегда создаст хорошее впечатление на будущих клиентов. Второй совет. Штендард по принципу ресторанового меню. Пишите на нем мелом. Меняйте информацию каждый день. Ваша задача – перечислять все услуги, которые вы оказываете. Не забывайте про цифры. Цифры всегда притягивают внимание. Повесите специальную раму при входе, в которую каждый день меняйте информацию. Например, если у вас есть какие-то скидки, вы можете писать о том, что у вас скидка на такой-то товар. Вы можете также писать афоризмы известных людей. Или просто можете пожелать доброе утро. Главное – наладить процесс общения с аудиторией. Третий совет. Необычные акции. Напишите, например, на вашем баннере, что каждый четверг вы приглашаете всех женщин к себе в ателье. И вы научите завязывать пресельные платки, либо головные платки. Каждый раз, в каждый четверг придумывайте что-то новое. И женщины начнут подтягиваться одна за другой. Не забывайте про сарафанное радио. Делайте ваш вечер очень интересным, очень информативным. И в конечном итоге у вас формируется наподобие женского клуба. И эти женщины будут вашими постоянными клиентами. Четвертый совет. Дружба с журналистами. Писать об одном и том же заведении не очень-то интересно. Но писать о событиях, происходящих в этом заведении, всегда будет всем интересно. Приглашайте журналистов, известных людей каждый четверг. При этом не бойтесь проводить салонные показы, если у вас всего лишь 10 квадратных метров. А также вы можете дарить подарочки и разыгрывать лотерею. Например, ваших одного платья. Подоговоритесь о бесплатном показе в каком-нибудь магазине интерьеров. Клиенты и известность нужны всем. Любите журналистов, добивайтесь их дружбы. И вы увидите публикации о вас, не заставив долго себя ждать. И после выхода новой публикации о вас, не забывайте их опубликовывать на вашем сайте. Пятый совет. Подарки всегда и всем. Подарки все любят и всем они приятны. Попросите ваших мастерицев в свободное от работы время создать маленькие заколочки, маленькие брошки к вашим визиткам. Каждый четверг меняйте подарки. Например, это могут быть фантазийные резинки для волос, либо браслеты, сувениры или еще какие-то интересные сувениры. Подарки для журналистов раскладывайте заранее в пакеты. Не забывайте положить пресс-релиз о вас, о ваших успехах, о ваших достижениях. Вся эта информация будет очень полезна для журналистов. Шестой совет. Завалите город вашими пакетами. Создайте красивые пакеты с интересным логотипом. Просто люди очень любят использовать пакеты после различных покупок. На какой-то встрече вам, если у вас чего-то очень много, вы по-любому положите в какой-то пакетик. И если ваш пакет будет очень красивый, из качественного материала, то люди будут пользоваться, и ваш логотип будет всегда на виду у ваших будущих покупателей. И седьмой, последний совет. Будьте всегда активны, следите за новостями, следите городской жизнью и просто важными событиями. Тем самым вы всегда будете на новой позитивной волне и всегда будете знать, что происходит свежего в этом мире. И надеюсь, вам это видео было очень полезно. Надеюсь, что оно вам очень понравилось. Я безумно рада поделиться с вами этими всеми идеями. И если вам это все понравилось, то поставьте мне лайк, поделитесь со своими друзьями, пишите мне в комментарии, задавайте мне вопросы. И всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!